Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале, я начинаю новый влог. По идее, это видео должно было выйти до предыдущего влога, но так получилось, что этот влог длиннее, и мне было лень его озвучивать, поэтому я озвучила тот, что покороче, а это оставила на потом. В общем, на мупанке я вам говорила, что я собрала бокс с косметикой, точнее, даже во влоге вам показывала, речь идет про этот бокс, его уже купили, и я решила в подарок еще положить три средства от меня. Это вот эти тени от Essence, они очень круто пигментированы, просто проблема в том, что эти оттенки мне не подходят, и я серыми цветами никогда не пользуюсь. И еще одна палетка теней от Makeup Revolution, это была лимитированная серия в связи с гороскопами, там каждому гороскопу одни цвета, но, в общем, вот эти я особо не использовала. Поэтому тоже решила положить, и еще мы с вами вместе пойдем покупать классный пакет, потому что в эту коробку ничего не помещается. Кто очень давно подписан на мой канал, еще когда я училась в универе, я очень любила снимать обзоры на магазины наподобие фикс-прайс, где все стоит по одному монату. Чтобы было всем удобно, скажу так, полдоллара. То есть в магазине фиксированная стоимость на абсолютно все. Я, наверное, года три не была в подобных магазинах, просто потому что перешла на Marketplace и заказываю систему все, что мне необходимо. Я хотела какой-то пакетик, его можно купить в супермаркете, но обычно в супермаркете не бывает выбора, и я решила пойти туда и еще немножко походить по магазину, может, еще что-то найду. Вот это, кстати, очень выгодно, покупаете рулонами, кажется, сразу упаковываете подарки. Такой вот весь рулон стоит полдоллара. Как и, собственно говоря, все, что я сейчас буду показывать. У меня дома есть голубая и розовая, я покупала, когда был гендер-пати у моего брата, и уже три года прошло, и я постоянно пользуюсь этими лентами. Еще здесь очень выгодно покупать свечки, какие-то шарики, все для праздника, в общем говоря. Потому что в подарочных магазинах это будет стоить дороже. Главное, для подписчицы мне нужно было выбрать пакет. Вот эти были небольшие, они стоили всего монат. Но, мне кажется, вот эта коробка сюда не влезет или влезет очень-очень плохо, поэтому я решила не рисковать. А еще посмотрите, здесь деньги, то есть фальшивые денежки для видео или для чего-то, для фотосессии можно использовать. И еще мне здесь очень понравилось вот это зеркало. Ну, точнее, оно очень плохого качества, просто я очень часто контент снимаю на заднюю камеру своего телефона, и я не вижу, что я снимаю. Поэтому сзади я оставлю зеркало, чтобы было удобно смотреть. У этого магазина также есть второй этаж, и здесь уже нет фиксированной стоимости. Разные товары стоят по-разному, вот эти пакеты стоили полтора моната. На всякий случай я решила переплатить и взять все-таки большой пакет, чтобы уж наверняка эта коробка поместилась. Раньше без покупок из этого магазина я просто не выходила, увидела такие термосы в виде стакана, стоила 6 мат 50 копеек. Несмотря на то, что он пустой, очень тяжелый. Возможно, я бы его приобрела, если бы не тему. Там уже я заказывала два термоса, и мне они очень понравились. Один я подарила, другой оставила себе. Я не знаю, у меня уже прям, знаете, какая-то болезнь, когда я захожу в магазин, и мне все кажется каким-то дурацким. А когда эту же вещь я вижу на маркетплейсе, мне ее хочется купить. Арматизаторы для дома просто по смешной стоимости. Но это какой-то ноунейм, и особо не внушал мне доверия. Кстати, после того, как я опубликовала влог, мне в комментариях написали девчонки, что они покупали эти арматизаторы, и они совершенно не пахнут. Я подобные вещи сразу с сетом заказала с Trendyol во время скидок, и вот с удовольствием пользуюсь. А вот что действительно очень выгодно, это вот такой travel size органайзеров, который стоит всего 2 доллара. Мне кажется, это супер стоимость. Учитывая, что, например, в Миннесо подобный будет стоить где-то в 3 раза дороже точно. На мой взгляд, пластмасса, она и в Африке пластмасса, поэтому можно брать. Еще я в последнее время просто подсела на прозрачную посуду, мне хочется абсолютно все вот такое вот купить, но этот был достаточно хлипкий, хотя стоил очень дешево, но мне кажется, раз-два, и он просто сразу сломается. А еще я очень люблю вот такие матовые стаканы, у меня такой был, я, правда, покупала намного дороже в Браво, и, кстати, снимала для вас влог. Но у меня возникла такая проблема, что я не могу отмыть это матовое покрытие, и на ней вот пятна, которые появились, они никак не отмываются. Грязь настолько сильно въелась, чем только я не отмывала, не получилось у меня отмыть. Если у вас есть какие-то рабочие лайфхаки, обязательно пишите в комментариях. Коврик для того, чтобы мыть кисти, это, кстати, действительно мне очень нужно, потому что я обычно мою просто об руку, если вы помните. А вот эта трава, она называется узядлик, и она отправляет меня куда-то в детство, потому что в детстве всегда бабушка ее зажигала. Или поджигала, но, в общем, не знаю, как правильно. Она типа идет от сглаза, но я в такие вещи не верю, но просто запах ее я обожаю. Но это типа что-то наподобие какого-то древнего обряда. Но оформление действительно очень красивое, цены там не было, поэтому не знаю, сколько стоит. Тут, знаете, как первый этаж фиксированная стоимость, на втором этаже цены разные. На мукбанках, возможно, вы видели, вот такая вот посуда у меня есть, обычно на шарап туда наливаю. Но мы покупали не здесь, и где-то в три раза дороже. И, в общем, вышла я из магазина с покупками, покупок в этот раз было немного. Чисто все самое необходимое взяла пакетик, то, что большой, то, что за полтора. И взяла там самые обычные губки, потому что они стоят где-то в три раза дешевле, чем в супермаркете. А я такой человек, очень люблю закупаться всем необходимым, чтобы потом чуть что не бежать в супермаркет. Когда мы переписывались с подписчицей, я увидела, что у нее есть ребенок. И мне захотелось, чтобы из этого пакетика что-то вышло и для него, поэтому с вами идем в супермаркет. Хоть и мелочь, я думаю, что будет приятно. Девушка сама должна приехать и забрать. А я сегодня чувствую себя не очень, если честно. Вчера я болела, выпила пару тарафлю, и мне стало лучше. И я подумала, ура, я уже не болею, а сегодня вижу, что нет. Все-таки все не настолько просто. Поэтому мы с мамочкой договорились, что она спустится и отдаст. Этот бокс буквально за три минуты я продала в своем инстаграме. И это меня очень замотивировало продать и все остальные вещи, которые мне не нужны. Которые в хорошем состоянии, а что-то абсолютно новое. Например, у меня есть золотая цепочка, которую я не ношу и носить не собираюсь. Ну и так далее, чуть позже вам все покажу. А сейчас небольшая такая распаковочка. Я взяла губки для мытья посуды. Я не могу долго пользоваться одной и той же губкой. И тем более такой сет, состоящий из десяти штук, стоил всего один монат. Я купила сразу три, но можно было сразу десять взять. Ну и плюс, естественно, в дороге вам показалось, что еще такой пакет взяла. Все это оформляем. И буквально через полчаса она должна приехать. Я дала номер мамы, и мама как раз собиралась спускаться в супермаркет. И подумала, заодно отдам ей пакетик. Очень милая девушка. И, кстати, после этого мне постоянно пишут в инстаграме, что когда будут новые боксы. Пока что, к сожалению, не знаю. Когда будут, я обязательно дам вам знать. День сегодня был такой непонятный. С одной стороны, я болею, мне хочется полежать. Но с другой стороны, лежать мне не хочется. Вообще, я когда бездельничаю, я чувствую себя как будто виноватой перед кем-то. Я пытаюсь себя уговорить на то, что мне не так плохо, и почему я просто лежу. Если, например, я могу продолжать снимать для вас контент, продолжить снимать этот влог, например. Это, на самом деле, немножко даже смешно звучит. Потом я встаю и начинаю что-то делать, и я чувствую слабость. Короче, я решила покопаться в закромах и поняла, что у меня есть очень много вещей новых абсолютно, которыми я не пользуюсь. Например, станция Алиса мне подруга дарила в прошлом году, и я с ней посоветовалась. Не против ли она, если я ее продам? Мне просто в комментариях писали, как ты можешь продавать подарок. Но если я не пользуюсь, и она абсолютно новая, она даже не запакованная, точнее, не распакованная. Поэтому, то есть, подружка, никаких проблем в этом плане не было. Но то в комментариях все начали меня осуждать. Потом у меня есть оригинальная сумка Pierre Cardin, которой тоже я не пользуюсь, например. Ее я заказывала на Trendyol с официальной, кстати, страницей, и она даже с этикеткой. Я ее как бы выставила в три раза дешевле, чем есть ее себестоимость, и она сразу же продалась, тоже буквально за 5-7 минут. В общем, я сейчас вам все покажу. Хорошо, что я много вещей выкладывать не стала, потому что я просто не ожидала, что абсолютно все, что я выложу, сразу продастся. Начнем, пожалуй, с двух этих сумок. Каждую я продала по 5 монат, это делает чуть меньше 3 долларов. Вот эта, кстати, с Trendyol абсолютно новая, по-моему, ни разу никуда я ее не носила. Просто у меня таких одинаковых две, и в последнее время я подсела на микросумки. А это та самая станция, про которую шла речь. В общем, она абсолютно новая, заслюдированная, или как правильно называется, в общем, новая. Девушки, я отправилась в такси, в общем, доставка, и все остались довольны. Вообще, на следующий раз у меня, например, есть плойка абсолютно новая, которую я пару раз делала кудряшки, а после кератина я читала в интернете, что не очень рекомендуется делать кудри, и плюс у меня есть еще и другая плойка. То есть она мне абсолютно не нужна, хотя бы в абсолютно новом состоянии, один раз только тестила на себе. А вообще, если честно, надо более обдуманно делать покупки, чтобы таких моментов не было. Но так как я очень часто что-то заказываю, я, например, не ожидала, что вот эта сумка, пьер-кардин, она будет такая большая. Вы можете зайти на Trendyol и посмотреть отзывы, все абсолютно поставили этой сумке 5 звезд. Только до меня не дошло, почему она такая большая, надо было смотреть на размеры. На размерную сетку, естественно, я вообще внимания не обратила, но по качеству вообще нареканий нет, супер. Вообще у нас блогеры, я заметила, что открывают дополнительные страницы, где продают, например, свои какие-то вещи. Бьюти-блогеры, например, специально покупают какую-то косметику для съемок, а потом ее продают. Потому что для видео каждый раз нужно покупать новинки, а потом куда это все девать. И все просто распродается в миг. Или, например, человек сотрудничает с Trendyol и покупает очень много вещей, которые, возможно, носить в дальнейшем даже не будет, просто чтобы снять обзор, а затем продает эти вещи. Потому что они абсолютно новые. Ну и так далее. Или, например, какие-то бренды отправляют пиар-рассылки, которые тоже особо блогеру не нужно все захламлять. Вот и все продается. На мой взгляд, это очень хорошая идея. Почему бы нет? Золото, конечно, можно сдать в ломбард. Я, кстати, туда ходила, хотя я ходила давно. Сейчас золото резко подорожало. Проблема в том, что когда вам продают изделие, я не знаю, как в других странах, но у нас так, даже камешек считают за цену золота. А когда у вас покупают, берут как лом, то есть вычитывают этот камень, хотя изделие абсолютно новое. То есть, как правило, лом это поврежденные изделия, а здесь никаких повреждений нет. Поэтому я чисто за полцены, то есть такое же изделие вы можете в два раза дороже купить в магазине, а я за полцены продала тоже где-то за пять минут. Да, и, кстати, мне писали, я знаю, что вы тоже будете писать, что я продаю слишком дешево. То есть, моя цель не навариться, я не бизнесмен, у меня не магазин. Зато продается просто вмиг, я не теряю свое драгоценное время, и тем самым и людям что-то хорошее сделала. Так что, девочки, вот такие дела. Если вы тоже живете в Баку, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, вдруг вам тоже что-то нужное там будет. У нас как дождь, сразу у всех начинается паника. Из-за дождя за такси доставку Алисы, кстати, я заплатила намного дороже. Просто потому что дождик. На ужин мамочка приготовила нам вот такую вкуснейшую пиццу. Кстати, рецепт обязательно оставлю в описании под видео. Много начинки, мягенькая, очень вкусная. Лучше просто, чем в любой пиццерии. Каждый раз, когда я кушаю эту пиццу, я сразу думаю, все, надо открывать пиццерию. Такую пиццу должны кушать все. Потом я вспоминаю, сколько мороки с заведением, налоговые, сотрудники, санпидемстанции и все остальное. Потом я понимаю, что нет, едим дома просто. И в этот день, можно сказать, я ничего не делала. Просто лежала и смотрела свою любимую передачу. Какая передача, я вам говорить не буду, потому что вы и так, и так знаете. Возвращаясь к вам уже на следующий день, у нас сегодня опять дождик, опять льет как из ветра. Прямо несколько дней подряд у нас были дожди и кое-где даже потопы. Представляете, из-за неналаженной канализационной системы погибло два человека. А мы с вами в такую дождливую погоду, понятное дело, никуда не собираемся, а просто распакуем посылку, которая у меня потерялась одно время. Я даже на мукбанке вам говорила, что она потерялась, потом она нашлась. И здесь реально очень много интересных позиций. Уже как по вулгай в каждом видео, но опять же скажу, под видео я всегда для вас оставляю ссылку на скачивание приложения тему. Если вы скачаете по моей реферальной ссылке, вы получите пакет купонов, который можно использовать по частям. В зависимости от страны, размеры этого купона разные, но где-то 100 долларов ориентировочно. И сейчас, девочки, вы будете меня ругать, потому что я опять заказала свои любимые микросумочки. Вот эту, кстати, я заказала по рекомендации своей подружки. Она тоже себе взяла, хотя она мать двоих детей. Даже она носит микросумочки, я взяла в той же расцветке, которая у нее. Сейчас я вот прикрепила фотографию, которую она мне кидала. Мне ее сумка очень понравилась, поэтому я решила взять такого же цвета, как и у нее, то есть серебряную. Но сейчас серебряная, к сожалению, закончилась, но есть другие цвета. Зачем тебе она нужна? Под что тебе серебряная сумочка? У меня есть серебряные туфельки. Просто шах и мат, не правда ли? Не знаю почему, на видео она кажется гораздо хуже, чем она есть в жизни. Возможно, это из-за оттенка. Сумка немного светоотражающая, я снимала вспышкой, возможно, из-за этого. Здесь также ремешок регулируется, очень удобно, но телефон здесь тоже, опять же, к сожалению, не помещается. Вот эти цвета пока что есть в продаже, но серебряной больше нет. Мне кажется, это самый ходовой оттенок был, и больше всего продаж было именно серебряной. Прям реально очень вместительная, хотя кажется маленькой. Стоила она 9 долларов, и я хочу снять видео, что в моей сумке. Это уже будет вторая часть. Первая часть у меня набрала 400 тысяч просмотров, я снимала ее для шот. Там была другая сумка, и тоже очень маленькая, и я поместила самые миниатюрные косметические средства, которые у меня есть. Получилось очень забавно, и главное правило, если что-то залетает, нужно повторять что-то подобное. Поэтому я хочу снять еще такое видео, просто с другой сумкой и с другим наполнением. Внизу здесь есть железные ножки, и вообще фурнитура сделана очень даже достойно. Как вам? Обязательно пишите в комментариях. А еще, если вы только скачали приложение, темы, еще не сделали свой первый заказ, в течение 24 часов у вас есть возможность использовать промокод, который вы сейчас видите на своем экране. Он дает дополнительную скидку 30%, плюс ко всем остальным скидкам. То есть, если вы купили товар уже со скидкой 80%, опять на него вам дастся дополнительная скидка в размере 30%, но только один раз и только после скачивания приложения, только в течение 24 часов. Я, к сожалению, про это не знала, поэтому не смогла воспользоваться. Но вы обязательно берите себе на заметку. Ну а мы с вами не будем затягивать и двигаемся дальше. И как вы думаете, смогла ли я остановиться на одной микросумочке? Конечно же, нет. Мне понравилась еще одна, и вот эта мне понравилась гораздо больше. Нет, наверное, не так. Каждая по-своему прекрасна, но в эту я просто влюбилась. К сожалению, артикул на нее я прикрепить не могу, потому что она закончилась, хотя была в 10 оттенках. И что-то мне не верится, что сразу все 10 закончились. Потому что на нее были очень хорошие отзывы, и я подумала, надо заказать одну. Если придет в таком же состоянии, как и всем, то я закажу еще одну в другом оттенке. Потому что сомневалась, не знала, какую брать, и в конце остановилась на этой. Она универсальная, можно сочетать с разными луками. Что мне очень нравится на тему, это то, что они очень хорошо наполняют сумки, чтобы при транспортировке не деформировалось. Вот сейчас она абсолютно пустая, посмотрите, как хорошо держит форму, нигде ничего не помялось. Также есть ремешок, который регулируется, я не сразу поняла, как ее нужно провздевать. Теперь, что касательно цены, плюс-минус подобные сумки стоят в районе 10 долларов. Швы прострочены просто идеально, материал очень приятный на ощупь. На видео она точно такая же, как и в жизни, мне понравилось. Вот единственный и, наверное, самый большой минус заключается в том, что ее, к сожалению, больше нет в наличии. Потому что, на мой взгляд, самый главный плюс вот таких вот распаковок заключается в том, что вы можете посмотреть на товар в жизни, то есть очень часто на тему нету никаких отзывов. В отличие, кстати, от Trendyol и Shane, они за это дают бонусы, поэтому люди и оставляют отзывы. А здесь бонусов нет, естественно, и отзывов нет. А вот так вот в видео вы наглядно можете посмотреть, нравится вам или нет. Плюс я сама тоже, так как это не интеграция, могу вам сказать, нравится мне или нет. То есть вы, наверное, замечали, что в видеораспаковках я всегда говорю, если товар мне не нравится. Иногда бывает такое, что при первом впечатлении, при распаковке мне товар не нравится, со временем пользования наоборот. Так случилось однажды с железными тарелками, которые мы покупали для кухни. Изначально они мне не понравились. Я увидела, что на них есть какие-то пятна. Видео сказало, что ужасное качество, никому не советую. Но затем при использовании мы поняли, что эти пятна отмываются. Точнее, я не поняла, что это, но сейчас этих пятен уже нет. И в процессе использования мама говорит, что они безумно удобные. Мы даже заказали точно такой же еще один сет. А иногда бывает такое, например, распаковываю, говорю вам, вау, пушка-взрывчатка, а потом мне не нравится. Признаюсь, честно, давно хотела, хотя у меня очень много сейчас румяшек. Я решила взять вот эти от Мисс Лин, потому что они были сетом. Цена то поднимается, то опять на скидке. Ориентировочно около 15 долларов стоят они. Ну а если их покупать по отдельности, то получается дороже, поэтому я решила сэкономить. Я еще при первом своем заказе почему-то думала, что я заказала вот эти румяшки. Тогда я хотела только одни, кинула в корзину, а потом из корзины удалила. И, в общем, потом при распаковке, я думаю, мне не положили, они забыли положить. А потом я понимаю, что нет, в последний момент я просто убрала из корзины. Вообще, признаюсь честно, мне очень нравится и упаковка, и качество косметики Мисс Лин. Недавно брала фиксирующий спрей, и я просто в восторге от него, очень хороший. Ну а румяшки, как и все остальные румяна, неплохие. Просто единственное, вот этот цвет, мне кажется, мне не очень подойдет, потому что он достаточно яркий и суперпигментированный. А я, наоборот, люблю, когда румяна еле-еле с пигментацией. Потому что с такими очень легко переборщить и наставить пятен. Я не люблю ходить прям как матрешка, хотя сейчас это очень актуально, многие так красят. Когда слишком много румян, мне кажется, это смотрится не особо эстетично и красиво. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Хотя даже бьюти-блогеры наносят очень много румян, и для них это выглядит, возможно, красиво, для меня нет. То же самое касательно вот этих оверсайз пиджаков. Когда они супер прям большие, я понимаю, что это в тренде, я понимаю, что это актуально, просто мне это не нравится. Мне вот иногда в комментариях пишут и отправляют примеры. Айка, одевайся вот так. Я как бы не слепая, я вижу, как одеваются другие, но если мне это не нравится или не нравится на мне, я это носить не буду. Например, одно время очень модно было делать скулы, и мама пыталась меня уговорить на этом. Или, например, углы Джоли. Это, возможно, красиво, но мне оно не надо. А сейчас я, наоборот, рада, что я не повелась на моду и не сделала то, что мне не нужно. Или, например, в моле, кстати, в тот день еще и снимала для вас влог, я видела девушку с шикарной просто фигурой. Она 100% занимается спортом, и она была в скине джинсах. Вы бы видели, как она шикарно выглядела. И мы, кстати, с вами немножко отвлеклись. Я затестила две румяшки, и вот одни, вот про которые я вам говорила, немножко я наставила, кстати, пятен, как и предполагала. Их надо действительно, ну, очень мало наносить. Хотя цвет очень крутой, и, на мой взгляд, под мой светотип зима подойдет классно. С горем пополам как-то все растушевало, и вот такой у нас результат. Но, если честно, видео не особо понятно. Вообще, подобные кадры лучше снимать на камеру, просто я сняла на телефон, поэтому не особо понятно. Так, в общем, если брать, я покупкой очень довольна. Хотя последнее время на постоянной основе пользуюсь одними и теми же румяшками от нот, которые заказывала и показывала вам в предыдущем видео. Но я очень люблю, когда у меня есть выбор, и понятное дело, что все эти румяшки закончить до конца у меня не получится. Но просто их наличие, их существование просто греет мне душу, так скажем. И подобная картонная упаковка под типу The Balm мне очень нравится. Я просто пересматривала кадры уже, которые отсняла, и заметила, что ноготочки у меня смотрятся просто ужасно, потому что они сильно отросли. Я их делаю самостоятельно, и по идее сейчас я бы могла сделать себе коррекцию, просто я в этот момент ждала посылку. В которой были новые цвета, которые мне хотелось затестить, поэтому я просто сидела и ждала с этими ноготочками, и я ходила 32 дня. Как вы видите, особо сколов нигде нет, все держится замечательно, и это, кстати, моя максимальная длина, с которой я могу ходить. Кстати, на тему также бывают флеш-сейл, супер большие распродажи, и вот эту кофту я купила всего за 5 монат, то есть за 3 доллара. И если честно, особо надежды не возлагала, а очень зря. Тут я совсем не обратила внимания, что у меня на руке еще есть румяшки, и вот я испачкала кофточку этими румяшками, потом пошла и помыла руку. После того, как уже испачкала, супер логика, конечно. В общем, я была очень приятно удивлена качеством, потому что никаких надежд я на эту кофту не возлагала именно из-за ее стоимости. Странно, что подкладка есть сзади, а спереди это просто такой гипюр. Я изначально подумала, что это будет супер просвечивать, сейчас, кстати, мы с вами примерим, но для начала ее нужно погладить. Такая была черная, белая и молочная, я решила взять молочную. Вот сейчас под пальто будет смотреться очень круто. Ну вот вам наглядный пример, как вы видите, ничего не просвечивается. Понятное дело, что с этими брюками я носить не буду, но просто сочетать уже было неохота, просто решила померить и показать вам, как сидит на мне. Девочки, просто очень удачное приобретение. Просто реально урвало. Это, конечно, очень тупо, но именно такие покупки делают меня счастливой. Я себя сразу чувствую такой продуманной, умной. Вот, я сэкономила. Но обычно такие скидки бывают буквально несколько часов. Каждый раз, когда распаковываю бижутерию, про это говорю, но скажу еще раз, вдруг вы не видели предыдущие влоги, а обязательно должны это услышать. После того, как у меня пару изделий сломалось, я поняла, что я хочу просто перейти на бижутерию. Плюс еще золото подорожало. Еще, кстати, в интернете завирусилось очень много видео, где ювелиры при ремонте изделий показывают, что половина в изделии не золота, а какого-то металла добавленного. То есть, людей еще и так обманывают. Возможно, вы даже видели, девушка купила реплику золотого браслета Кордия. И он у нее немного помялся. Она дала ювелиру, чтобы он починил. Тот, в свою очередь, обнаружил, что там внутри очень много другого инородного металла. Все это заснял и опубликовал. Также видела видео оригинального браслета Тоус, где тоже были инородные тела. То есть, сверху золото, а снизу другой какой-то металл. То есть, после этого, как-то не знаю, у меня в последнее время нет особого желания покупать золото. Вот это, кстати, вы уже видели в предыдущем видео. Я купила себе гели для того, чтобы укреплять ногтевую пластину. И специально хотела в очень маленьком объеме, но чтобы их было много и разных цветов. Подобного я у нас в магазинах нигде не видела. Увидела на тему и решила заказать. Так, сейчас коротко попытаюсь объяснить вам, в чем заключается смысл. Например, берем стандартную упаковку опции или рунейла. Там 30-50 мили для одного человека это очень много. Поэтому одна баночка у меня идет где-то год, а то и больше. За год мне один цвет просто надоедает. Понятное дело, что я поверх еще покрываю гелем, но все же. Порой вообще не хочется сверху проходиться цветником, а просто топом и все. Плюс еще за год использования упаковка становится липкой и неприятно ее брать в руки. А здесь в каждой баночке всего 5 мили. Естественно, так получается намного дороже, но мне так удобнее. Вы знаете, что есть золотое правило. Если Айке что-то понравилось, обязательно это снимают с производства, снимают с продаж и так далее. Бальзамы для губ на тему, я считаю, что это лучшее, что там продается. Круто пахнет, безумно классно увлажняет. В общем, просто 10 из 10. Иногда я просто кому-то дарю, потому что качество мне очень нравится. У меня есть уже два сета, и я заказала себе еще один на запас. Одно время у меня была проблемная кожа, и я пила системные ретиноиды. Проще говоря, Раокутан. От него кожа становится очень сухой, и, естественно, губы тоже у меня жестко сохли. В этот период просто в неделю один бальзам для губ у меня заканчивался. Сейчас уже с момента лечения прошло уже два года, но вот эта проблема в какой-то мере она у меня осталась. То есть у меня очень сильно сохнут губы, и особенно это проявляется именно зимой. Поэтому бальзамы для губ это, наверное, единственное косметическое средство, которое настолько быстро у меня заканчивается. Его у меня просто много не бывает, а на тему они стоят очень дешево. Поверьте мне, это супер бальзамы. Круто пахнут, такие достаточно жирные, хорошо увлажняют. В общем, я разные брала, и прям все мне очень нравились всегда. Следующий товар, который тоже подходит под нынешний сезон, я взяла себе увлажнитель воздуха для дома. Взяла маленький объем. И мне, кстати, в комментариях все написали, что это для машины, но я уже на протяжении где-то, наверное, недели использую для дома. Все работает, все замечательно. Стоил он тоже очень бюджетно. Можно, кстати, взять более большой какой-то, более мощный, так скажем. Но я пока что для пробы взяла только вот этот маленький. Смотрится очень красиво. И под мою розовую комнату самое то, тем более комната у меня небольшая. Но там большие варианты тоже есть. Так, если что, на заметку. Этот, по-моему, стоил что-то в районе 3 долларов. Но я знаю, что он есть на абсолютно всех маркетплейсах. Возможно, и на Байлберис есть. Раньше у нас, кстати, никогда не было увлажнителя воздуха, и мы прекрасно жили без него. Вообще, если брать так, в моем детстве не было очень много вещей, без которых мы просто сейчас не можем представить нашу жизнь. И вот иногда я оборачиваюсь назад и думаю, как мы жили. Как мы жили без интернета, без маркетплейсов, без сенсорных телефонов. Когда я была в начальной школе, этого всего не было. Как я засыпала без дома 2. Ну вот реально, вы когда-нибудь задумывались об этом? Любую тему лекции в университете мы просто искали в гугле, а мои родители ходили в библиотеки, все это переписывали и тратили на это время. Ну, в общем, мою философию оставим для мукбанков, а увлажнитель воздуха работает отлично. Следующий товар я увидела у другого блогера в распаковке и поняла, что оно мне надо. Что это такое, так и сразу и непонятно. В общем, когда вы куда-то идете с собой, несете средства для макияжа, также нужно в чем-то нести кисти. Я обычно кладу в свою косметичку, и косметичка у меня потом пачкается. В общем, это органайзер специально для кисточек. Если они грязные, и у вас нет возможности их помыть, высушить и положить, вы можете просто закинуть сюда и потом вытереть просто его. Вот реально очень удобная штука, стоила около 3-4, по-моему, долларов. А то я просто замучилась каждый раз мыть косметички из-за того, что грязные кисти я прямо кладу в косметичку. И мне приходится все это мыть только из-за этого. Можно, конечно, кисти отдельно класть в одноразовый пакет, а потом уже в косметичку, но это тоже время. Эта штука очень легко отмыть. Понятное дело, визажистам она не подойдет, потому что очень маленькая, то есть помещается, наверное, где-то 7-8 кистей. Но мне очень понравилось, прям удачное приобретение. Вам тоже очень советую, если вы часто краситесь вне дома. Я, например, когда в деревню еду, беру с собой также и кисти, и потом, когда обратно их привожу, вот эта штука мне понадобится. Я столько всего кидаю в корзину, что потом в шоке, когда распаковываю. Я изначально подумала, что это мне положили подарок, но мне вот за все время моих заказов ни разу ни одного подарка тему не положил. Хотя другим, кстати, постоянно кладут. У меня были и большие, и маленькие посылки. Ну да ладно, когда я увидела эти кисти, я изначально подумала, ура, наконец-то подарок. Но потом я обнаружила, что нет, я заплатила за них. Правда, стоил этот сет очень бюджетно, я купила и для оформления бровей, также нанести хайлайтер на нос. В общем, очень удобные кисти и хороший сет, я осталась довольна. Просто единственное, печально, что не бесплатно, но да ладно, 1 доллар это, считай, бесплатно почти. Обычно посылки до меня доходят 8-10 дней, но это было в пути очень долго. Просто потому что, ну, типа, курьер приехал и до меня не дозвонился, я была недоступна, ему пришлось обратно отвезти заказ. И мне даже написали, что если вы сами не заберете свой заказ, то мы отправим обратно. В общем, немножко проблемный заказ получился. Я совсем забыла, что заказала вот эти губки для мытья посуды. Они обходятся гораздо дороже, чем мы покупаем здесь. Но мне было просто интересно их заказать, потому что на них очень много заказов. Но, если честно, они ничем не отличаются, я не могу сказать, что стоит их покупать. Самые обычные губки, ничего особенного, я в следующий раз покупать их точно не буду. Ну и каждый раз, как истинный шипоголик, я покупаю вешалки разных размеров, разных материалов, тонкие, толстые и так далее. Правда, в шкафу уже места нет, но все равно я покупаю. В этот раз взяла металлические, мне они не очень понравились, но стоили они очень бюджетно. На мой взгляд, они больше подойдут для летней одежды. И на этом уже все. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Постараюсь сегодня также выложить мукбанг, не обещаю, но постараюсь. А вы, чтобы еще больше замотивировать меня снимать как можно больше контента для вас, обязательно подписывайтесь. Каждая подписка для меня очень много значит, поэтому обязательно подписывайтесь. Всех люблю, целую, берегите себя. До скорых встреч, пока!